В прошлую субботу, она двойная тема, мы ее растянули на две лекции, к этому сегодня будет вторая часть. В прошлую субботу мы говорили о курении, а сейчас мы поговорим об алкоголе. Не менее интересная часть данного раздела. Мы говорили о карме алкоголя. И мы уже говорили раньше о цепи продуктов питания. Мы говорили, что в самом верху всех продуктов питания находятся молочные продукты, а в самом низу как раз и находится алкоголь. То есть считается самым тяжелым из продуктов. Молочные продукты способствуют развитию разума. Мы говорили, поэтому они на самом верху. Разум, спокойствие, миролюбие, чувство ответственности. А алкоголь действует полностью противоположным способом. И в первую очередь, как мы говорили, разрушает чувство ответственности, чувство долга. А долг это возвышенное качество. Есть три характеристики сознания. Долг. Самая высшая характеристика. Человек должен испытывать чувство долга. Потом в сознании могут возникать желания адхи или процветания. Это то, что мы разбираем среди недели. Это средняя часть сознания. И низшая часть сознания это кама или желание чувственного удовольствия. Есть три части сознания. И если верхняя часть сознания, дхарма или долг, не развита, то это верхняя часть сознания, то тогда две нижние части выводят человека из-под контроля, и человек становится неуправляемым. Неуправляем. Поэтому очень важно, чтобы верхняя часть сознания была развита. Дхарма или долг. Как раз этому способствует молочный продукт. Сегодня у нас будет молочный, да, сладость? Да? Хорошо. Алкоголь действует полностью противоположным способом. Поэтому уровень цивилизованности определяется по количеству употребляемого молока и по количеству употребляемого спирта. Каков баланс? Как мы уже говорили, в настоящий момент уровень употребления алкоголя на душу населения в России почти равен ведру водки. То есть это ведра водки. И сегодня буду говорить более точные цифры, чтобы мы в этом хорошо разобрались. Сосидись. Не пугай. Итак, так как мы разбирали проблему курения в прошлый раз, поэтому мы сейчас их свяжем между собой. Алкоголизм плавно вытекает из проблемы курения. И если, как мы говорили, курение является проявлением хронической стрессовой ситуации у человека, что является скрытой кормой города, то алкоголизм уже более глубокое явление, которое проявляет проблемы межличностных отношений, внутренних межличностных отношений. Это уже более тяжелое проявление. Поэтому алкоголизм напрямую связан с самоуважением и с уважением других. То, что мы разбирали вчера. Помните, что другого можно уважать только в том случае, если мы себя уважаем. А себя еще нужно умудриться уважать. Мы этот момент разбирали. Поэтому всем хочется, чтобы их уважали, так как знания о душе нет, поэтому не за что уважать. За что конкретно уважать? Качества низменные, телостроение не очень приятное. Поэтому уважать можно только за духовную природу. Но если в обществе нет знания про духовную природу, то в этом случае нет взаимного уважения. То есть уважение невозможно вызвать каким-то механическим способом или какими-то внешними заслугами. Уважение – это естественная реакция на развитие позитивных качеств. Если человек развивает себя на позитивные качества, он себя уважает и может других уважать. Если качества позитивные не развиваются, он себя не уважает и других также не уважает. Так мы говорим, по себе судим. По себе судим. Поэтому все судят по себе, поэтому есть какие-то негативные качества, позитивные. И только развивая позитивные качества, занимаясь самосознанием, человек способен уважать. И позитивные качества описываются в Махабхарате, они известны, это человек не должен гневаться, не должен лугать, должен уметь раздавать богатство, должен прощать, должен зачинать детей только со своей законной женой, должен поддерживать ум и тело в чистоте, не питать никому вражды, быть простым и заботиться о своих подчиненных. Есть такие простые вещи, однако эти простые вещи не развиваются, поэтому нет взаимного уважения. То есть это есть как бы признаки цивилизованности. Но так как в настоящее время воспитание и обучение не развивают такие качества, то есть принципиально не поставлено на развитие качеств, обучение и воспитание не поставлено на воспитание качеств, поэтому не развивается уважение, нет взаимоуважения. Поэтому нет хороших отношений И человек пытается возместить их недостаток иным путем Что он делает? Человек повышает свой статус внешними какими-то вещами Внешними факторами Что это такое? Мода Человек думает, я буду лучше одеваться У меня будет престижная мебель Хорошая квартира, хорошая машина, какая-то должность Какой-то внешний лоск, какие-то связи Все это по пыткам заменить внутренние качества Чем-то внешним Но уважение от этого не возникает Что от этого возникает? Только взаимная зависть Не взаимоуважение развивается А взаимная зависть Взаимозависть А это не решает проблему стресса Это проблему стресса не решает Зависть только увеличивает стресс Зависть и неудовлетворенность уже невозможно скрыть То есть это уже вылазит на лицах Зависть и неудовлетворенность уже на лицах вылазит Лица Уже это можно прочитать Мы говорим на лбу написано Как это сейчас выражается? Сейчас толпа гуляет, веселится И потом выходит на фотограф и заставляет всех улыбнуться Говорит там, скажите, чей сыр? Зачем веселая компания ему заставляет всех улыбаться? Все и так должны улыбаться Но посмотрите, на фотограф выходит и заставляет всех улыбаться Улыбнитесь, хотя бы одну секунду все вместе улыбнитесь Люди не способны даже все вместе улыбнуться Просто все вместе взять и улыбнуться Нужно обязательно настроиться долго, упорно Улыбнуться И такие на фотографии мы получаются Все фотографии это выжатые улыбки Что люди хотят? Запомнить этой фотографии Они хотят запомнить минуту всеобщего счастья Минуту всеобщей улыбки Поэтому фотограф не заставляют выдавить Все обманывают друг друга Нет, надо фотографировать истинный процесс Настоящий процесс, когда никто не улыбается Как для всех выясняют отношения Долго, упорно Нет, счастье, когда все счастливы Чтобы все собрались, действительно встали Их можно было сфотографировать Не вызывая искусственную улыбку Просто все счастливые Просто взять их сфотографировать Так можно сделать Если вы увидите духовные на фестивале Там никого не заставляют улыбнуться Там наоборот, не улыбайтесь, так сильно говорят Сосредоточьтесь Сейчас мы будем фотографироваться Все наоборот Это уже невозможно скрывать Человек хочет выглядеть более привлекательным И для этой цели он прибегает К этому последнему спасению К алкоголю Алкоголь это последнее спасение для привлекательности И первое, что он говорит Уважаешь ли ты меня Ты меня уважаешь То есть тут же эта проблема всплывает Нет взаимоуважения И получив это пьяное уважение Человек расправляет крылья И наслаждается иллюзией Наслаждается иллюзией Иллюзией взаимного уважения Итак, алкоголь напрямую связан с привлекательностью Пойдем дальше Любые материальные отношения Всегда приводят к разочарованию И несмотря на пропаганду этих материальных отношений На пропаганду половых отношений Как смысл жизни Рядовой человек примерно к 30 годам Приобретает негативный опыт Негативный опыт И вступает в полосу цинизма Обычно к 30 годам человек становится уже цинником Цинником Цинизм проявляется Любовь ему не удается прочувствовать Становится цинником Отсутствуют высшие формы любви Любовные отношения Высшие формы на любви отсутствуют Такие формы, как любовь к Богу Не проявлены На Востоке они практикуются У нас не практикуются Это приводит к тому, что человек прибегает к суррогатам любви К суррогатам любви Это является алкоголь Наркотики еще могут вызывать такие же явления И британские ученые Дают нам сведения Что даже умеренное количество алкоголя Делает противоположный пол более привлекательным Так воздействует интересно То есть Вот это выражение Залить глаза Существует в действительности Они существуют В исследовании Принимало очень много человек И были такие данные выводены Что литр пива Или 4 бокала вина Увеличивают привлекательность Противоположного пола на 25% Такова система То есть Чем больше человек пьет Тем больше у него увеличивается привлекательность Привлекательность То есть А стимулируется определенная часть мозга Ответственная за восприятие физической привлекательности Поэтому на Руси Появляются циничные Поговорки Говорят Нет некрасивых женщин А есть мало водки У нас такие высказания Появляются Все это очень глупо Очень греховно Все это очень механистично И не развивает истинные Стороны личности Само слово алкоголь Пришло к нам из арабского языка И по мнению переводчиков Оно обозначает Сурьму Это такой черный порошок Который женщины на востоке Чернят брови Косметику делают То есть Буквально Алкоголь переводится как косметика Буквально То есть Что они делают Улучшают ситуацию Иллюзию Увеличивают иллюзию То есть Это одно и то же слово Косметика и алкоголь Это одно и то же слово То есть Улучшают ситуацию Улучшают ситуацию Улучшают ситуацию То есть Это буквально одно и то же слово И Как мы говорили вчера Люди думают Что есть приемлемая доза алкоголя И Физиологический анализ Был больше всего Разработан Русскими Учеными Профессором Веденским И он показал Что алкоголь действует Подобно наркотику Да И Подобно типичным ядам Также действует То есть Вначале Возбуждает Потом приводит К депрессии Да Так вот Установить дозу Установить дозу При которой появляется Только первый эффект Невозможно То есть Такой дозы нет Невозможно С помощью Правильной Дозировки Достичь только первого эффекта Эффекта эйфории Невозможно Никак Избежать Второй Стороны Этой медали Депрессии Невозможно Никак То есть Нет такого способа Принципиально нет То есть Все проверено Все сочетания проверены Никак невозможно Поэтому Обязательно Будет Вторая сторона Медали Поэтому На основании Этих опытов И клинических Наблюдений Заключено Однозначно Что никакое Количество спиртного Не может признано Быть безвредным Никакое количество Поэтому Рассматривать алкоголь Как пищевой продукт Принципиально нельзя То есть Принципиально нельзя Это не пищевой продукт Это яд Или наркотик Но не пищевой продукт У нас это сейчас Как пищевой Как пищевой продукт Рассматривается Вне лекции Можно сказать Что современные Исследователи Отсылаются На опыт Каких-то стран Например На опыт Франции Что Во Франции Вина Продается Больше чем сока Якобы Ничего такого нет Никаких Якобы Эффектов Но Французская Статистика Говорит Что Сейчас уже 10% Детей Рождаются Потенциально Мы больными Во Франции То есть Уже 10% Болезни Детей Связано С алкоголизмом Родителей Это очень много Очень большая цифра Итак Что убивает алкоголь В первую очередь Атаки Подвергаются Высшие нервные центры Высшие нервные центры Наблюдается Нарушение Деятельности Потом И других органов Но сначала Высшая нервная деятельность Самое главное После этого Уже Изменяются Другие органы Какие угодно То есть Это целый список Это и слизистая Оболочка Желудка И печень И почки И сосуды Все что угодно А годовное количество Мы это даже Разбирать Не будем Нас больше Высшая нервная деятельность Интересует И Есть такая пословица Хорошая Старая Если вино входит То ум выходит Ровно сколько Входит вина Ровно столько Ума Выходит Из человека Такая Закономерность Это и есть Главный вред Пропадает разум Главная Отличительная черта Человека От животного Пропадает разум И Анахаршис Древний мудрец Говорил Такую Фразу Первый бокал Обычно пьют За здоровье Второй Ради удовольствия Третий Ради наглости А последний Ради безумия Да Такая Последовательность Стопроцентная Последовательность А Римский Философ Асенек Утверждал Что пьянство Это добровольное Сумасшествие Добровольное Сумасшествие Поэтому алкоголь Напрямую Связан С культурой Человека Несмотря на Современное мнение Что пить можно Правильно Или культурно Историческое Отношение Любого народа К алкоголизму Было всегда Явно отрицательным Например Если мы возьмем Даля То он так Переводит Выражение Быть пьяным Я буквально Сейчас Напроцитирую Напиться Наклюкаться Насосаться Натянуться Назюзюкаться Насуслиться Нарезаться Нахлистаться Настягаться Налиться Насыропиться Залить за галстук За ворот Или за ухо Убить муху И так далее Таковы русские сравнения Явно они веселые Культура взаимоотношений Говорит о том Что хозяин и гость Должны доставлять Друг другу радость И удовольствие В этом принцип отношений Это значит Что общество здорово Когда гости Хозяин Рады друг другу И их общение Доставляет им радость Посмотрите Что происходит сейчас Общение Радость Не доставляют Чем это Назаменяется Да Надо сбегать Люди не могут Общаться Не испытывают Радости От общения Поэтому нужно Добавить Уважение Добавить радости Поэтому Достигают Берут бутылочку И сразу Начинается Хорошее общение Добавляются Общаться люди Не могут Нет взаимоуважения Нет взаимоуважения Это карма Поведение Карма Поведение Мы должны Общаться С желанием Поделиться Радостью То есть Если человек Счастлив То он хочет Поделиться Своим счастьем Это закон Общения Поэтому Если встречаются Два счастливых человека Они делятся Своим счастьем И их общение Также счастливое Да Но чем Мы делимся Если встречаемся Мы делимся Неудачи Своей Мы делимся Своим горем Да Люди встречаются И горем делятся Что у тебя случилось У тебя что Люди делятся Горем Несчастьем Своими страданиями Поэтому и Отношения Тоже вызывают Несчастье Страдание Разочарование Люди должны Счастьем делиться Поэтому люди Должны сами Себе счастье Развывать Если люди Себе Развивают счастье То они способны Делиться счастьем А так мы делимся Страданиями Мне одному очень трудно страдать Поэтому я в гости пойду И расскажу тебе о своих страданиях Чтобы ты тоже пострадал маленько У нас это даже проявляется В термине сострадания Нужно делиться счастьем больше Чем состраданием Нужно больше счастьем делиться Но у нас сейчас очень тяжелая культура Мы делимся этим, завистью делимся А ты видел, что тот купил? Ты тоже его ненавидишь за это? И я тоже Мы делимся этим Горем делимся, алчностью делимся То есть это проявление кармы Кармы взаимоотношений Поэтому человек и прибегает К этому сурагату счастья Чтобы добавить что-то такое В взаимоотношения На Руси был даже учрежден орден За пьянство Он весил 4 килограмма И такую чебунную пластину Как крышка от колодца Представляла Его вешали, заставляли носить Человек носил такую медаль За пьянство Можно сейчас учредить Ну да У нас нарисуем Было весело Карма связана С врожденной тягой К алкоголю По закону кармы Если мы доставляем Кому-то какие-то беспокойства То они обязательно К нам возвращаются Обычно в этом же виде Что и проявляется В наследственной передаче Тяги к алкоголю То есть это естественно происходит Описывается, что По меньшей мере От 30 до 80 на процентов Больных алкоголизмом Имеют близких родственников Которые также больны алкоголизмом То есть до 80 процентов Доходят исследования То есть наследственное передается Если мы пьем И кому-то доставляем На беспокойство То наши дети Также рождаются С этой тягой К алкоголизму И нам же доставляют Эти беспокойства То есть реакция Уже в этой жизни приходит В этой жизни И на ведические писания Говорят, что Карма мужа связана С кармой дочери А карма жены С кармой сына И это подтверждает Но современные исследования Анализ показал Что отцы Женщин Алкоголиков Ну как правило Сами были больны алкоголизм Как правило Эта связь сейчас прослеживается То есть Веды это подметили Уже давным-давно Поэтому Это очень опасно Если Пьет мужчина Так как Даже дочь Может стать Подвержена Алкоголизму Потому что На нее будет Самый упор Не на сына А на дочь Будет самый упор Понимаете Как это опасно Ну если уж Мать Тогда уже В современном мире Она проявляется Эмансипация Которая происходит Приводит от неспособности Мужчин Справиться С нестабильностью Мы говорили об этом Что город Это Символ Нестабильности Мужчина Не способен С этим справиться И поэтому Это приводит К самому тяжелому Проявлению Алкоголизму К женскому Алкоголизму Что является Тяжелейшим Проявлением Кармы города То есть Женщина сначала Эмансипирует Потом он начинает Себя вещестину Как мужчина И попадает В те же самые Законы Вынуждена Постоянно пить Алкоголь В современных Условиях И быстро Спиваются Быстро Спиваются А Женщины И дети Супиваются В 4 раза Быстрее Чем мужчины В 4 раза Быстрее Поэтому Норма Совсем другая Для женщины Да, Керть? Иди Постой Или там Сзади посиди Слышишь? Таким интересным Человек Который Никогда не пил Ему это Неинтересно Другим Интересно Да Есть Аналогичные Действия Но которые Сродни Алкоголизму Я о них скажу Чтобы нам было Интересно Есть 4 вещи Которые действуют Как алкоголь Будет очень интересно Это описывается В ведах Они Называются Джанма Айшварья Шрута И Шри Это происхождение Хорошее происхождение Действует Как алкоголь Если человек В очень Знаменитой На семье Родился Он всю жизнь Как алкоголик Живет Если у него Большие деньги Появились Это все равно Что он выпил Литр водки Сразу живет Если сейчас Кто-то выйдет на улицу И кошелек найдет И там 10 тысяч долларов Это алкогольное опьянение На месяц обеспечено Никакой водки пить не надо Даже лучше будет Но эффект будет тот же А ученость Если человек Очень умный Я вижу По телевизору Часто показывают На людей Которые Очень умные Их речь Как будто Два алкоголика Беседует Понять их Невозможно Они сами Не понимают О чем они говорят Они просто Умничают И все Просто как Два алкоголика Беседуют Два очень умных Человека Очень умные Если человек Выпивает Он тоже Такой становится Умничать Начинают То же самое Умные люди Слишком умные Они умничают Очень сильно Доказывают Другой что-то Видели Такое у нас есть Не буду говорить Какая передача По телевидению Они там всю ночь Без алкоголя Но курят Они там сильно Все равно Это кстати связь Мы будем говорить Об этом Что алкоголь Напрямую Связан с Курением И курение Всегда Идет Рядом С Алкоголизмом И потом Чуть позже Мы приведу Эти цифры И Личная Привлекательность Если человек Не дай бог Привлекательный Все Он абсолютно Выходит Не контролирует Себя Не дай бог Женщине Слишком красиво Родится Она всю жизнь Будет Немножко Опьянена Всю жизнь Глаза Осоварел Поэтому Это опасные Действуют Они как алкоголь И Ведах Объясняется Что есть Два типа Сознания Два типа Людей То есть Людей Можно разделить На два типа Сознания Они называются Асура И Дайва Или Девата Асура И Девата И Мы фактически По всей Вселенной Личности Делимся На два этих Типа Сознания И Те кто Как-то Связаны С развитием С духовным Усовершенствованием Их называют Дайва А те кто Не занимаются Духовным Усовершенствованием Их называют Асура И Отличаются Они своими Привычками То есть Их можно узнать По привычкам Так как Не все Понимают Чем они Назанимаются Часто люди Думают Что они Назанимаются Духовной практикой На самом деле Это Совсем Противоположная Деятельность То есть Люди даже Не подозревают Чем они Занимаются Очень много Людей Путают Абсолютно Греховную Деятельность С духовным Развитием Очень много Люди даже Умудряются Алкоголем Причащаться Очищаться Алкоголем Такие Бывают Удивительные Вещи Бутылочку Когора Как Причаститься То есть Это Повальное Такое Причащение Есть В среде Около Христианства Не христианство А среди тех Кто себя считает Христианами Они умудряются Каждый день По бутылочке Причащаться Чтобы Так Лучше Воспринималась Религия Бывает Такое Но это Не христианство Это Около Христианство Это Не имеет Христианство Никого Отношения Это Около Христианство Не хватает Любви К Богу Заменим Его Причащение Так Следует Сразу Любовь Проявляется Нет Поэтому По Привычкам Определяется К какому Классу Человек Относится То есть Каково Его Сознание Поэтому Ведах Описывается Что склонность К сексу К мясоедению И алкоголю Это признак Асура Сознания Признак Асура Сознания И обычно Эта склонность В западных Странах Проявляется Да Но теперь Это мы уже В Индии Научились В Индии Научились В Индии Было Время Когда Все Были Деватами Было Такое Время Сейчас Асура Сознание Вошло В Индию Поэтому Сейчас Нет Такой Страны Чтобы Где-то Было Только Одно Сознание Сейчас Смесь Проявляется Смесь Проявляется Поэтому Изменяя Свои Привычки Можно Переходить Из одной Категории В другую Из одной Категории Мы Меняем Свои Привычки У нас Меняется Категория Или мы Развиваемся Или мы Деградируем Меняем Привычки Все Меняется Пересаживаемся В полностью Противоположный Поезд Помните Мы говорили Что Неважно В каком Вагоне Мы едем Важно Куда Поезд Идет Поэтому Если Мы были В сознании Асуры Но Мы Свои Привычки Изменили То Мы Пересели В полностью Противоположный Поезд Он едет В полностью Противоположный Управление Аюрведы Интересно Рассказывают Об алкоголе В аюрведе Есть целый раздел Где описывается Как человек Привязывается К разным вкусам Человек Привязывается К вкусу Вкус Привязывает И больше всего Человек Может привязаться К сладкому вкусу Сладкое Больше всего Любит человек И как сказано В аюрведе Самая большая Сладость Это алкоголь Алкоголь Имеет сладкий Сус Вся Квинтэссенция Сладкого вкуса Находится В спирте Поэтому этот вкус Может порабощать Человек Очень сладкий Порабощать Может человек Человек Очень привязывается К этому Но Алкоголь Не только сладкий Он еще и кислый Одновременно Там есть еще второй вкус Кислый И эта Кислота Также Гипертрофирована Также очень Сильно развита И вот эта кислота Как раз И разрушает Печень Он возбуждает Вату Полностью То есть Привязывает Очень сильно И разрушает Организм Сладкий Кислый вкус Вместе Очень яркий Очень яркий Сладкий вкус И очень яркий Кислый вкус Употребление Употребление Алкоголя Говорит Аюрведа Во время беременности Приводит К двум Последствиям Но ребенок Будет легкомысленным И у него Будет постоянно Жажда Проявляться Всех Сремен Будет Жажду Искать Такие два Последствия Агиппократ Указывал Что Причиной Идиотизма Эпилепсии И всех Нервно-психических Нужных заболеваний Является Пьянство Родителей И особенно Которые пьют Вино В момент На зачатие Поэтому Во всех Нормальных Культурах Не разрешалось Пить молодоженам На свадьбах Не разрешалось И на Руси Не разрешалось Это сейчас у нас Свадьба Это что-то такое Страшное Что-то Что-то особенное Так сказать Вклад В будущих Детей Как я уже Говорил Есть связь Алкоголя И курение Есть такая Хорошая Пословица Беда Не приходит Одна Она приводит С собой Своих друзей Поэтому Алкоголь Также Не приходит Один И Цифры Такие Среди Непьющего Населения Курильщиков 40% А среди Пьющего 98% 98% Пьющих Людей Курят Курят То есть Связь 100% Алкоголь Не дает Возможности Человеку Заниматься Йогой Это для нас Очень важно Так как Духовное Развитие Связано С контролем Поведения И Что происходит Под воздействием Спиртных Напитков В коре Больших Полушарий Головного Мозга Вслед за Возбуждением Наступает Торможение И Кора Перестает Контулировать Работу Других Отделов Мозга Поэтому Человек Теряет Контроль Над Собой И Он Теряет Критическое К себе Отношение То есть Разум Полностью Уничтожается Функция Разума Полностью Затормаживается Разум Это Умение Давать Себе Оценку И Алкоголь Полностью Уничтожает Эту функцию Умение Давать Себе Оценку И Человек Полностью Не контролирует Что он делает То есть Не оценивает Функция Разума Пропадает Один Ум Остается От человека Просто Ум Остается Если Вы хотите Увидеть Чистый Ум То Посмотрите На Пьяного Человека Это Чистый Олицетворенный Ум Разум Уже Потом Приходит Что Я Вчера Понадел А Оценка Позже Приходит Особенно Плохо Это Сказывается На Женщинах Так Как Это Делают Тихоразвязанными Болтливыми Нездержанными И Полностью Некритичными К своему Поведению Поэтому Они теряют Женское Достоинство Стыд Это Очень плохо Сказывается Очень Большие Проблемы Приходят Алкоголь Имеет Такой Позитивный Эффект Как А может Переносить Лекарственные Ингредиенты Какие Поэтому Делают Настойки А алкоголь Так как Он способен Донести В самые Отдаленные Части Тела Какие-то Лекарственные Вещества Но Просто Алкоголь Вместо Лекарственных Веществ Несет Себе Канцерогены И Доносит До каждой части Клетка До каждой части Тела Канцероген То есть Просто Несет Вместо Лекарственных Веществ Так Интересно Описывается Поэтому Описывается Те Кто Злоупотребляют Алкоголем Особенно В молодом Возрасте Риск развития Рака В 10 Раз Больше В 10 Раз Больше Невозможно Заболеть Раком Если Человек Пьет Алкоголь То есть Канцерогены Разносятся Особенно Если Человек Еще Курит Одновременно У У Юноши И Девушек Как я Уже Говорил Алкоголизм Возникает В 4 Раза Быстрее И Разрушение Личности Так же Происходит В 4 Раза Быстрее То есть Действует Очень Губительно Поэтому Очень Опасно То Что Сейчас Рекламируется Пиво У нас Пиво Сейчас Считается Не Алкогольным Напитком Алкогольным Напитком Реклама Алкоголя Запрещена Но Пиво Рекламируется Но Сегодняшнее Пиво Это Алкогольный Напиток У него Очень Много Алкоголя Поэтому И Как я Уже Говорил Пивной Алкоголизм Считается Самый Трудно Излечимый Самый Трудно Излечимый И В 4 Раза Быстрее Их Личность Разрушается И в 4 Раза Труднее Они Вылечиваются Поэтому Сейчас Но Вся Молодежь На Пиво Подсаживается Думая И Такие Цифры Я Буду Приводить 80% Современных Фильмов О Спектакле И Книг Описывают Сцены Пьянства 80% То есть Никакой Цензуры Этого Нет Фактически 80% Подсчитано То есть Фактически Государственные Органы Ничего Не Предпринимают И Скорее Всего Основываются На Высказываниях Сказать Метро Политики Екатерины Второй Она говорила Пьяным Народом Легче Управлять Поэтому Не Особенно Это Предпринимается С Государственной Точкой Зрения Ежегодно От Отравления Алкоголем Умирает 40 тысяч Человек А От Всех Вместе Взятых Причин Которые Связаны С Алкоголем В год В стране Умирает Около Миллиона Человек Такая Цифра В Царской России Причем Совсем Еще Недавно Уровень Более Был 4 литра Всего На литр Населения Меньше Чем Среднемировой Уровень В Общем Мире Это было 5 литров А в России Было 4 литра То есть Или Меньше И Есть Такая Разработка Научная Что если При Употреблении На душу Населения Больше 25 литров То наступает Самоуничтожение Нации И сейчас В России От 15 До 30 Литров В год Примерно Идет На душу Населения Употребление Алкоголя И В 20 Регионах России Больше 25 литров На душу Населения Употребляется То есть Идет Просто Уничтожение Самоуничтожение Что Что происходит То что Миллион Человек Умирает В год Однако Виноводочная Промышленность Приносит 40 миллиардов Годового Дохода В год Поэтому Официально Никто с этим Не борется Потому что 40 миллиардов Для страны Важнее Чем 1 миллион Умерших Людей Реальное Соотношение Причем Во время Сухого Нудного Закона Прибыль У государства В 4 раза Увеличилась Даже если Экономически Но посчитает То выгоднее Чтобы было Меньше алкоголизма То есть Прибыль Увеличивается Прибыль Увеличивается Если меньше Но Вновь Увновь 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 Но почему-то Все равно Жертвуют Людьми Почему-то Все равно Никакой Рекламы Нет Правильно Полностью Идет Так сказать Античеведческая Деятельность И Совсем Но недавно 1700 врачей Обратились К Государству С Обоснованием И предложением Признать официально Алкоголь и табак Наркотиками Которые Подрывают Здоровье народа И Распространить На них Закон о защите Населения От наркомании То есть Чтобы Они были признаны В ряд Один ряд С наркотиками И Это Обращение Даже не разрешили Опубликовать В государственной Прессе То есть Он так и остался Неизвестным Для большинства Населения Хотя Под ним Подписалось 1700 врачей 1700 врачей То есть Вот такая Примерная Ситуация Которую Хотел рассказать Что на самом деле Представляет С собой Такая Безобидная Реклама Там Пиво Клинское Все это На самом деле Большая Проблема Которая Связана Опять-таки С Тем Что В городе Безобидная Безобидная